дорогие друзья скоро мы с вами будем праздновать новый год как еще один спросите вы меня а что было в сентябре о чем мы трубили в шафар или ели яблоки с медом и так сколько же у нас новых годов талмуд пишет что в нашем календаре 4 новых года весной летом осенью и зимой и каждый из них несет в себе свою идею проследим цикл праздников от хануки до шавод в хануку самый мрачный период полная темнота которую мы освещаем ханукальными свечами и подслаживаем пончиками в тубе шват новый год деревьев происходит пробуждение духовной природы снаружи все еще спит но в нашем внутреннем мире начинается пробуждение думаю каждому из нас знакомо это ощущение на собственном опыте в пуре мы побеждаем амана разрушаем силы зла удерживающий нас и переходим так сказать от зимы к весне песок мы выходим из египта из нашего духовного рабства когда наше тело диктует нам что делать и мы освобождаемся для служения нашему сознанию нашему внутреннему миру нам передают тору это подробную инструкцию как нам жить держа в рамках наше тело и развивая нашу душу и старт этого процесса дорогие друзья тубе шват так что же такое тубе шват как известно что все буквы святого языка имеет численные значения поэтому традиционно все числа в святых книгах обозначается буквы чтобы написать цифру 15 нужно было бы использовать две буквы ют численное значение которое равняется 10 и ей численное значение которой 5 но так как это сочетание букв одна из часть имен всевышнего которому нужно относиться уважительно то установилась традиция для обозначения числа 15 использовать буквы тет и вов 9 и 6 такое число должно было бы читаться как тет вов но для улучшения или удобства мы читаем как ту так вот выражение тубе шват означает 15 число еврейского месяца шват интересно что тура сравнивать человека с деревом как написано в книге дворим ибо дерево полевое есть человек чем же человек похож на дерево мидраж говорит что как цель существования дерева это фрукты так и цель существования человека это принести плоды какие же плоды может принести человек это тара дорогие друзья заповеди добрые дела и конечно же дети недаром пророки и шиягу называет бездетного человека сухим деревом но после этого сразу же говорит что кроме детей у человека есть и другие плоды частности соблюдение субботы исполнения заветы торы целом человек который не заботится о своих плодах ведет бесцельное существование поэтому наши мудрецы говорят что месяц шват в мир спускается особя особое изобилие познаний и объяснений торы как написано в дворим и было сороковом году в одиннадцатом месяце первый день месяца начал маше разъяснять это учение одиннадцатый месяц это месяц шват так как отчет месяцев начинается с месяца не сам начале месяца это изобилие чувствует только самые большие мудрецы тор а к середине месяца поток знаний достигает всех людей поэтому и говорят наши мудрецы что мнение школы шамая по которому новый год деревьев наступает первого числа месяца шват соответствует их подходу этот подход характеризуется качеством придирчивой строгости начало еврейского месяца когда луна скрыта от глаз соответствует этому качеству свете этого становится понятным утверждение выше что в начале месяца изобилия знаний торы достигая только те кто его действительно заслуживает неустанной работы над ее постижением и постоянным самосовершенствованием кроме того талмуд утверждает что ученики школы шамая обладали более острым разумом чем ученики школы раби гелеля поэтому нам понятно что благодаря своему оточенному восприятию ученики шамая чувствовали изобилие торы раньше чем ученики раби гелеля середина месяца 15 15 число это полнолуние и яркий свет луны символизирует изобилию раскрытия торы всем даже тем кто не совсем умеет учиться такой подход характерен для школы гелеля поэтому по их мнению новый год деревьев 15 числа месяц мудрецы талмуда баба каме или во вода заре пишут что вода символизирует тору теперь прослеживается удивительные параллели между деревом и человеком муж и объяснил тору в месяц и шват так как в месяц в этом месяце особо благоприятен для восприятия торы опознание торы это основной источник духовного роста для человека в этом же месяце деревья в святой земле пробуждаются от зимнего ступора и начинают бурно расти активно впитывая воду которая символизирует тору конечно эти параллели не случайное совпадение поэтому наши мудрецы говорят что духовное изобилие поток постижение торы это первично оно начинается в духовных сферах и влечет за собой также поток изобилия физическом мире так как все что происходит с материей является лишь отражением духовных процессов поэтому вновь возвращаясь к торе источнику нашей жизни со всевышним в этот праздник природы мы укрепляем наши корни и от того насколько крепки и прочны будут они зависит здоровье всего дерева мощь кроны обилие и сладость плодов и это дерево вместе с другими деревьями образуются дорогие друзья свежая атмосфера которого дает надежду на сохранение жизни на земле как самые дорогие друзья или с новым годом деревья будьте здоровы с уважением ваш раввин каплан